Без еды и телодвижений. Так Мишка проведет зиму в своей берлоге. Жировой паек он набирал летом. Тогда его завтрак, обед и ужин составлял около 20 тысяч килокалорий в день. Жировой паек 15 сантиметров жира. И его хватает. Зимой организм косолапого работает иначе. Обмен веществ затормаживается, сужаются сосуды, а еще падает ритм дыхания и сердцебиения. Метаболизм снижается на 70 процентов, а температура тела почти на 2 градуса. К слову, жировой паек наш Мишка набирает иначе, чем гризли или белый медведь. Одно из любимых лакомств – кедровые шишки. Может быть, оттого алтайский бурый и считается добрее. Он очень умный, осторожный. Это один из интеллектуальнейших хищников, которые у нас обитают в Алтайском крае. Вы можете встретить только молодые особи до года, которым все интересно, они очень любопытные, у них развит интеллект. А опасна эта встреча только их мамой, которая, естественно, будет их защищать. И поэтому играться с ними не рекомендуется. Сейчас вы его, конечно, не увидите, но лесники и охотоведы говорят, что следующим летом встречи могут случаться чаще. Популяция медведей растет ежегодно, а большой урожай кедрового ореха бывает лишь раз в 4 года. Поэтому глупить не стоит. Как говорил Винни-Пух, это жжж неспроста. Елена Макаренко, Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.